Как в шахматном порядке прилеты были, что у одного человека попало вообще в огород полностью так вот, знаете, как будто она не сожгала, сожгло. Метр на метр сама воронка и вокруг нее метров на 5-6 выжжено. Потом вызывали мы экспертов, ОБСЕ, и ОБСЕ подтвердило, что 152 прилетела. Это вот в этом маленьком квадратике 20 штук лежало. То есть между собою метра по 3-4 между воронками. А здесь, в основном даже, кстати, в этом районе очень много детей, то есть молодых семей, которые здесь живут, проживают и не выезжают. Потому что, в принципе, здесь у нас нет ни блокпостов, то есть ничего нет для того, чтобы почему-то было стрелять, да, по ком. Если я понимаю, когда школа страдает, там блокпосты и все остальное, то есть военные, там идет обстрел. А здесь нету ничего и по мирному населению, ежедневно, притом, каждую ночь. Но вчера вообще началось с обеда, обстрел с периодичностью там полчаса между собой, то есть перезарядка ишла, да. Старика нашего одного, 37-го года рождения, мужчину ранило пообручево. Слава Богу, не сильные, осколочные небольшие ранения. Уже дома, уже привезли, в больницу, конечно, обращались для зашития. Вот, ну сейчас уже дома, дочка забрала его, сейчас уже находится дома, нормально. А куда ранение было? В плечо, плечо и, кажется, спину, почти в спину. Мужчина сидел просто дома, неожиданно он был, находился в летней кухне, занимался, как говорится, там покушал или что в этом роде. И внезапно начался обстрел, он даже не успел, то есть среагировать, чтобы, ну вы понимаете, пожилой человек, 37-го года рождения, даже спрятаться там, даже зайти, грубо говоря, в тот же дом и получил осколочные ранения. А разрушение есть после вчерашнего? Да, разрушение у нас, не только после вчерашнего, у нас каждый день, и, правда, мне уже действительно надоело озвучивать в каждый раз одни и те же цифры, по 20 минимум, ну, минус 20 домов, максимум по 50 домов, идет за эту ночь 27 домов. Это только, которые обратились уже за помощью, что там, по поводу пленки, тента и тому подобное. Еще неизвестно, сколько придут завтра, потому что завтра вроде бы как рабочий день, завтра будем знать точную цифру. А вчера тоже 152-ми вложения? Ну, вчера, нет, не 152-ми, вчера была 120-ка, работали, но позапрошлой ночью, то есть не этой ночью, а той ночью, 152-я. А события, которые произошли вот здесь на площадке, в этом квадрате, когда это было? Это было 2-3 дня тому назад, когда прилет был на детскую площадку, никто не ожидал, даже эксперты, которые подтверждали, даже утверждали, если бы попало бы в дом, то в дом вообще бы не было. То есть тут тоже живет молодая семья, возле детской площадки, с двумя детками, они как раз находились в это время дома, это было полтретьего ночи, то есть люди когда спят, отдыхали, и начались, я же говорю, стрел сильный начался, что даже не успели не спрятаться ни в подвал, ничего. А гуляют вообще на этой детской площадке? Да, ну, я же говорю, у нас очень много здесь детворы на этой площади, поэтому детвора гуляют, но сейчас, после того, как попала мина, уже, видите, пустая площадка, пустая, детворы нету, уже родители боятся, потому что неизвестно, что у них на уме, они могут и днем начать обстрел, и днем попасть. Но мы люди не будем покидать наш поселок, мы будем здесь жить, мы жили и будем жить, никуда не уйдем, наши дома.